Сейчас вам покажу, что приготовила на завтрак. Очень простое, кстати, блюдо. А, это что-то типа спальгетти баланьеза, но только без мяса, и отбавила немножко грибов, и получился вкусный завтрак. Приехал почтальон. Вот такой интересный велосипед у него. Из Rossmann по почте нам пришли вот такие купоны скидочные. Я сейчас один отрезала. Хочу им воспользоваться. Впервые пойду пробовать такую систему с купонами. Здесь 10% действует, как я перевела только что, на все, кроме табачных изделий и кроме книжек, журналов, печатной продукции. Мне нужна краска для волос, может быть, что-то еще. Хочу задействовать этот купон. Расскажу потом, получилось или нет. Вот, девчонки, вернулась из Rossmann. Сходили, наверное, минут за 15, как такая прогулка получилась. Но там была очередь, и мне жутко не понравилось в ней стоять, потому что... А сейчас, когда выходишь на улицу и знаешь, что уже столько зараженных людей, как-то себя некомфортно чувствуешь. В общем, купила я вот такую краску с Schwarzkopf Perfect Mousse. Я когда-то очень давно ей пользовалась, но потом в Украине ее сняли с продаж. Я думала, что они ее больше вообще не выпускают. Здесь вот такая бутылочка с дозатором, и этот дозатор делает мусс из краски. То есть ее можно как маску вот так вот просто движениями рук на волосы наносить. Это очень удобно. Но по поводу цвета я очень сомневаюсь, потому что я все это время делала свои волосы светлее. Но мне кажется, что вот эта вот краска, она будет темная. Называется Dunkel Brown. Это темный коричневый, но по сути я знаю, что такие краски иногда получаются даже черными. Ну, посмотрим. Вот. Также взяла еще вот такие бумажные платочки, потому что туалетной бумаги в магазинах нет. Вот упаковка таких платочков 15, упаковочек по 10. Стоит 1 евро, ну точнее 99 центов. И купила еще жвачку. Тут нет таких жвачек, которые я люблю, как в Украине. И я вот покупаю такие экстра. Это как наш Orbit, но именно вот с тем вкусом сладкая мята нет. Ну, в общем-то, такой портсигар отечественный. И смотрите, как они заботятся об окружающей среде. То есть на самих жвачках, на вот этих бумажках показано, что нужно кидать вашу жвачку в урну. Вот. И скидочку мне дали. Вот это все стоило около 8 евро. И я заплатила чуть-чуть меньше. То есть на 10% меньше. То есть скидка сработала. В принципе, можно было делать какие-то крупные покупки. Но мне ничего не нужно. И этих купончиков там штук 10. Действуют они до конца мая. Я думаю, мне этого с головой достаточно. Поэтому я не парилась, что мало покупок. А я использую купон. А самое главное, что он подействовал. Хроники карантина таковы, что ничего нового каждый день не происходит. Но мы сейчас пойдем немножечко проветриться на улице. Буквально чуть-чуть. Солнечный денек, почему бы не съесть мороженого. Музыка 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 Сниму вам еще в супермаркете. Все в наличии. Музыка 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 Натуральный морковный сок продается всего лишь за 49 центов. Музыка Что еще нужно? Музыка 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 только по одному человеку, хотя, по-моему, там было написано два. Ну, в общем, точно я не уверена. Заходили по одному человеку, и на улице стояла очередь примерно полтора метра между людьми, то есть они соблюдали дистанцию. Нужно сказать, что на улице было очень холодно. Ну, точнее, сейчас холодно, но кондитерская на углу, и там дул сильнейший ветер. Кстати, вот кто-то оставил вещички. Здесь постоянно в субботу и воскресенье люди оставляют вещи, которые им больше не нужны для того, чтобы их кто-то забрал. Вчера мы видели очень даже такую приличную мебель кто-то выставил. Особенно офисный стул такой вполне еще пригодный. Вот. Хорошая такая идея так расхомлять вещи, чтобы они кому-то точно пригодились. Сразу-то хорошее настроение с утра. Смотрите, у нас тут березка, и на ней уже такие вот сережки зеленые. Я за мной буду быстро поставить чайник, чтобы не покажу эти пирожные. кстати, там работает такая очень строгая женщина. Я уже второй раз пытаюсь у нее купить эти эклеры и не пойму, как правильно называется их название на немецком. но в чеке написано винт бойтель. Вот они стоят по 2 евро. Очень вкусные. И, в общем, она меня все время поправляет в магазине, но я так и не поняла название. Вот. И из-за того, что сейчас в магазин пускали по одному человеку, я его не сфотографировала. Настало время уборки. Вот мой верный дружок. Мы были на улице недолго, но, в общем, там летает какой-то вертолет. Наверное, они смотрят, сколько людей сейчас на улице, потому что сегодня вечером будут принимать решение. Можно будет выходить из дома или нет в ближайшее время без веской причины. Вескими причинами считаются работа, поход за продуктами и 10-минутная пробежка. Ну, это я так слышала. Потом, конечно, расскажу более подробно, более точно. А здесь у меня размораживается рыбка. Я хочу ее запечь либо, возможно, потушить, но я не пекла еще ни разу в новой духовке. Не пробовала, как она печет. А тушеная получается очень вкусная. Просто делаю с морковью, луком, побольше овощей. Саму рыбку обжариваю. Сейчас немножко прогуливаемся. Мы обнаружили вот такие дачные участки. очень похожи на те, что у нас есть в стране, которые есть в России. Маленькие домики, но здесь люди не выращивают овощи, там, картошку, морковь, а именно садят цветы, плодовые деревья, всякие кустарники. В конце этого дачного кооператива стоят две большие клетки и в них попугаи. Сейчас, наверное, градуса два на улице. Наверное, им холодно. Но еды вон там у них много. Рыбу решили запечь в духовке. Просто с луком и с морковью и немножко соли и перца. Посмотрим, насколько это будет вкусно. Форду заверну. Доброе утро. У нас новый день. Я жарю все. Друзья мои, всем привет. Я вышла на улицу. Мы сейчас ходили в магазин в Эдеку, но там, к сожалению, не было всего того, что я хотела взять. И я сейчас иду в Лидл. Хочу купить там клубники, может быть, малины. У нас будут блины с нутеллой. И я хотела бы это все оформить ягодами. Я так люблю. Это очень вкусно, красиво. Море удовольствия. В общем, вчера на заседании решили, что людям все-таки можно выходить из дома, но нужно держать дистанцию полтора метра обязательно. Даже в магазине вот в очереди мы стояли и нужно полтора метра, чтобы было между людьми дистанция. Висело такое объявление. Но некоторые люди не понимают, все равно подходят достаточно близко. Вот. Но в целом нам можно выходить, это очень хорошо. Но сказали при себе иметь паспорт и прописку. Вот. Я взяла с собой и то, и то. Иду. Если кто-то меня остановит, всегда готова предъявить. в Лидл ситуация более интересная. Туда нельзя сразу попасть. Нужно подождать, пока кто-то выйдет из магазина. То есть один человек выходит, а один заходит. Поэтому на улице собирается немножко очередь. Но в принципе это не страшно. И также там перед кассирами поставили такую защитную защитную пленку. Ну в общем защитный экран такой пластиковый прозрачный. чтобы они меньше контактировали с людьми. Я к вам иду с ножничками. Сейчас мы посмотрим какую бельберду нам приносят в почту. А здесь я еще не распаковывала, но обычно это какая-то реклама. Сейчас вместе будем смотреть. А распаковывала только вот такие купоны. Это для Росмана. Я им уже воспользовалась. Ну вот точнее одним из них воспользовалась. Действительно скидка работает на все. Поэтому очень классная вещь. Почему бы и нет? Не знаю, в Украине у меня ничего такого не приходило. Хотя я бы наверное пользовалась. Я люблю всякие дополнительные скидки, когда цены не накручены, а от первой стоимости все-таки есть какая-то скидка и выгода. Карантин это, конечно, прикольная штука, но если честно, я испытываю некоторое чувство студа, потому что когда ты уже не ребенок, то конечно ты должен приносить какую-то пользу, что-то делать и вроде бы как стыдно так бесцельно проводить время. Поэтому нужно хотя бы чем-то заниматься. Да, реклама конечно тут целый пакет. Первая брошюрка это вот такая с мебелью. И здесь различные предложения за сколько можно купить диван. Ну собственно не очень дешево. Как видите, например, вот такой диван стоил 2200 евро. Он конечно кожаный, да, я все понимаю. Но такие предложения не то чтобы прям сильно выгодные. Или вот такие стулья например за 129 и сейчас они 99. Ну вроде бы как есть какие-то скидки, но меня сейчас мало интересует, что именно сейчас мебель нам не нужно. А, здесь есть программа передач, но мы телевизор не смотрим, точнее телевидение не смотрим, так мы конечно пользуемся телевизором, чтобы посмотреть какое-нибудь кино или YouTube я смотрю, какие-то предложения по туризму, это мне тоже неинтересно, в общем-то это программа с рекламой. Следующее это какой-то магазин для дачи и садоводства, тут всякие акции, это тоже вы понимаете не нужно абсолютно, а все что меня сейчас интересует это какие-то продуктовые скидки и на бытовую химию на что-то такое может быть на какие-то мелочи для дома кстати на многих почтовых ящиках вешают такую специальную наклейку на которой написано без рекламы чтобы почтуальон туда рекламу не вкладывал но так как я тут человек новый мне интересно я пока хочу посмотреть на этом что тут вообще приходит вот у нас присылает рэвэм это супермаркет достаточно большой это по-моему считается дискаунтер если я не ошибаюсь мы сейчас больше покупаем в лидле потому что там еще дешевле и я не вижу смысла как-то выпендриваться я читала что у немцев это что ли их какой-то статус в каких они супермаркетах покупают я не знаю правда это или нет но в общем-то я покупаю в лидле он недалеко от моего дома он в принципе как и рэвэ тоже но в рэвэ мне очень нравится их вот эта торговая марка я потому что там например можно купить хорошие помидоры черри за 1 евро такой лоточек 200 грамм то есть абсолютно нормальная цена они очень вкусные это от этой торговой марки либо йогурты я не беру там например что еще есть крупы есть тоже недорого вот можно посмотреть ну какие-то предложения есть можете посмотреть какие цены например вот такой йогурт стоит 33 цента это 150 нет 100 грамм написано 150 это 100 в общем не знаю маленький вот такой или вот такие консервы кстати в германии оказалась очень популярна селедка и мы покупали селедку с томатным соусом оказалось очень вкусно но похоже что-то типа на бычки наши в томатном соусе и один раз мы взяли жареную селедку она оказалась такая мерзкая ну в общем она тоже была в банке мы не знаем что это жареная но тем не менее взяли попробовали и сразу выбросили тут колбасы это мы не покупаем а вот эти очень забавные мишки из колбасы для детей я их тоже показывала во влоге а кстати здесь еще ни разу не брала лосось соленый дома я его все время покупала тут я подсела на сливочное масло соленое очень популярна рама но я беру другое тоже его показывала может быть если интересно посмотрите видео что в холодильнике или просто какие-то влоги ну и как видите тут вот есть всякие отметки например как здесь веган это очень удобно потому что мы покупали готовую пиццу и вот есть вегетарианская есть веганская это все отмечено мне это нравится в общем вот эти скидки я наверное еще посмотрю что тут есть может быть мне что-то нужно вот этого ну я так понимаю купонов тут нет хотя вот тут есть какой-то купон я не знаю на что это нужно еще тут вчитаться а это для животных это мне к сожалению не нужно кстати тут такая редкость видеть котика на улице вообще нет ну мы один раз видели на подоконнике в одной квартире а вчера мы видели на улице кота и он просто бежал за своей хозяйкой ну то есть она его выгуливала как собаку без поводка без ничего то есть у нее была на поводке собачка и рядом еще бежал кот показывал дорогу это было очень прикольно так что тут купончиков нету никаких вот оно нищебродство нет нет купончиков нету но скидочки я потом посмотрю почитать я себе оставлю пенни в пенни пенни я не помню заходила или нет по-моему да один раз я заходила мы там даже что-то брали вот они тоже прислали скидки я наверное не буду показывать эти цены но если будет интересно то я потом сделаю отдельное видео вы мне тогда пишите хотя навряд ли мне кажется вот авокадо можно купить за 99 центов и вот этот мой любимый перец 1,19 это за полкило купонов тоже нет это просто акции дальше гипермаркет обе он есть и в России я знаю вам тоже ничего не нужно из этого вот такой здесь есть еще супермаркет с такой собачкой на эмблеме он называется Нетто вот этот вот пенни Нетто они чуть поменьше чем Лидл и Рейвы и они встречаются в таких более спальных районов этот магазин несколько отдален от моего дома хотя тоже в течение 15 минут до него можно дойти пешком но как-то не интересовалась еще вот можно купить свежую малинку за 1 евро 39 центов это будет коробочка на 125 грамм дальше опять же таки садоводство строительство дача тоже не нужно но это здесь очень распространено и по крайней мере здесь на балконах люди себе ставят такую дачную мебель там шезлонги стулья столики если балкон позволяет это здесь очень популярно эдак а вот этот супермаркет мне реально нравится так здесь вот у нас даже есть какой-то купончик но я его уже пропустила мы там покупаем хлеб такие лепешки белые очень вкусные туда ходим специально потом еще покупаем я вам покажу такой бисквит с лимоном с цитроном очень вкусный тоже классный овощи фрукты от случая к случаю там бывает цена плюс-минус но в принципе достаточно дешевый магазин мне даже он показался дешевле чем лидл но так как марки некоторые представлены другие то то в одних то в других магазинах мы покупаем например от вреве я беру все время свои йогурты альпро потому что в лидле продается один вид альпро кстати таких нету сейчас посмотрим продается всего один вид альпро который без добавок но я его не пробовала мне кажется что он просто будет похож на какую-то сметану с соевым не знаю может и нужно попробовать какой-то еще журнальчик принцлау это район в котором мы живем тоже посмотрю что за журнал какие-то тоже тут как справочник какие-то вот компании указаны навряд для меня это будет как-то полезно и вам теперь вот с почтой разобрались буду допивать кофе скоро увидимся все